Приветствую вас, друзья, на канале о домах на колесах. И сегодня у нас в гостях Николай Матянин, руководитель офиса компании «Яхта на колесах» Горно-Алтайск. Расскажите что-нибудь интересное о своем регионе, об особенностях проката автодомов. Кто ваши клиенты, куда они ездят в основном, что у вас происходит в плане автодомов в регионе? Ну, наш регион очень известный на всю Россию. Это центр Сибири, даже центр России. Очень интересный, очень красивый для туризма, для посещения. Туристы очень любят наш регион. Он славится своей чистотой, яркой природой. Ездит в основном у нас эта знаменитая трасса «Чуйский тракт». Автопутешественники любят ее. Вдоль нее текут две реки, это Катуни-Чуя, вдоль которой там располагаются кемпинги, стоянки, где любят останавливаться автопутешественники. Также есть такие знаменитые места, это Катуирык, перевал, очень красивый, известен на всю Сибирь и, скорее всего, на всю Россию. Потому что люди приезжают разные со всей страны. Гора Белуха, куда много едут. Тоже красивые перевалы, знаменитые на всю Россию. И это все для автопутешественников очень интересно. Они с удовольствием едут, отдыхают все лето, начиная с апреля и по октябрь. Зимой, конечно, меньше, но летний период, да. Есть, конечно, и зимние путешественники, но это горнолыжники. На автодомах тоже приезжают на горнолыжные курорты. Сейчас это очень модно. Отдыхают, живут прямо на горнолыжном курорте. Тут же занимаются спортом и совмещают и автопутешествия, и спорт в одном. Наш регион это позволяет сделать. В плане, куда еще у нас ездят. У нас не только, вот именно на наших домах не только ездят по нашей республике, то есть по нашему региону. Это в основном москвичи. Они берут у нас автодома и путешествуют по нашему региону. Для них это интересно. А те клиенты, которые из Сибири, это Новосибирск, Красноярск, они, наоборот, берут у нас автодома и уже путешествуют по центральной России. То есть у нас на наших машинах ездят и по нашему региону, и по всей России. То есть это Юг, Крым, Черное море, Кавказ, центральная Россия, Золотое кольцо и возвращаются в Сибирь. То есть как-то у нас два направления, хотя находимся мы в Сибири. То есть у нас не только по нашему региону ездят. Ну, расскажите, как вот в вашем регионе, как обстоит дело со стоянками, с кемпингами, с подключением, инфраструктурой, или как там выходит из положения в плане автономности? Ну, если мы возьмем там пять лет назад, то это не выглядело вообще никак. Вот, если мы возьмем, ну, грубо говоря, там одна стоянка на всю республику, где можно было там что-то подключить, там заправиться, воды налить. Сейчас, спустя пять лет, пока мы внедряем нашу деятельность, то есть к нам уже привыкли, к нашим автодомам. К нам приезжают гости на автодомах, путешественники в автодомах. Уже местные предприниматели это видят, поняли, что это очень выгодно. На каждой турбазе у нас, ну, практически 95%, на каждой турбазе есть места, где можно поставить автодом, за небольшой уплату там подключить электричество, набрать воды. Вот раньше, конечно, это было довольно-таки проблематично. Сейчас это развилось. Сейчас даже строятся небольшие такие кемпинги, просто площадки, куда машины стоят. Потому что приезжают к нам не только на наших автодомах, но и за границей на этих машинах приезжают. У вас с Москвой приезжают. И приезжают и помимо того, что в прокат берут, еще и на своих машинах приезжают иностранцы? Еще и на своих машинах. У нас еще они обслуживаются. Были такие случаи, то есть мы обслуживали, занимались сервисом этих автодомов, то есть приезжих. У нас прошлый год с Австрии приезжали, мы им оказывали сервис по газу, у них там были проблемы. То есть без проблем нашли на карте, приехали. Мест, которые можно посетить, их все больше и больше, потому что доступность к ним, инфраструктуру развивают. Естественно, возрастает турпоток, и мы на себе это чувствуем. У нас даже в этом году парк всего две машины, но у нас не хватало машин. То есть желающих было больше, чем... Хотя, если, например, пять лет назад, то есть первый год, когда мы открылись, был всего один прокат в год. Сейчас даже у нас машин не хватало. Николай, помимо вашего прекраснейшего региона, куда-то еще ездят, едут туристы куда-то дальше? Ну, у нас исторически так сложилось, что Алтай, он находится очень близко к такой стране, как Монголия. Естественно, Монголия, она богата своей историей, этникой, и есть клиенты, которые едут только в Монголию. Раньше они ездили на машинах, но в то время, когда появились мы, возникла такая потребность. То есть сначала это был один человек, потом это было две семьи. Сейчас-то регулярно, каждый год, каждую весну, есть люди, которые ездят на автодомах в Монголию. Путешествует Северная Монголия, Южная Монголия. Страна очень интересная. Наша прокатная станция, она очень выгодно расположена, то есть можно долететь с Москвы, например, до Горно-Алтайска, тут же пересесть, и буквально 300 километров, и ты в Монголии. Ну, там 350. Вот. Пересекаешь границу и попадаешь в страну Чингисхана. То есть там очень много святых мест, очень много что есть посмотреть. Для любителей рыбалки там очень интересно, потому что очень много озер, рыбы. Ну и кто хочет окунуться в такую средневековую атмосферу, обстановку, пожить там в юрте, можно, да, там договориться пожить в юрте, там, поесть национальную кухню монгольскую. Вот. Это без проблем с помощью нашей компании можно реализовать, в принципе. Там сейчас сделали дорогу в Монголии. Построй раньше было плохо с дорогами, сейчас они сделали асфальт. Очень. То есть до первого города вообще можно хорошо доехать. Ну, экскурсий очень много там, на верблюдах, на конях. То есть без проблем можно покататься. То есть никаких сложностей нет там в плане языкового барьера общения с местными? Нет, сложности никакого языкового нет, потому что Монголия, она еще и при Советском Союзе считалась одной из республик негласно Советского Союза. Естественно, влияние русских там было очень велико. Очень много людей там работало и обучалось. И так же, как монголы в СССР, так же и русские там очень много работали. И русский язык для них понятен. Некоторые монголы вообще чисто разговаривают по-русски. То есть из кого непонимания там, ну, можно сказать, вообще нет. Надо ехать, да. Тем более, что, как мы уже поняли, сделать это не очень сложно. Билет до Горно-Алтайска на самолет, там автодом 300 километров и все. Самый быстрый прокат получился. Этот человек позвонил, мы с ним согласовали. Буквально через, не знаю, 8 часов он уже прилетел в Горно-Алтайск. Прямо в аэропорту он забрал автодом на стоянке. То есть мы ему передали, он попутешествовал, взял весь Алтай, съездил в Монголию. На это у него 8 дней ушло. Вернулся в аэропорт, все. Николай, расскажите, а куда вы сами ездили с семьей? Ну вот до моим занятием, так сказать, автодомами, путешествия у меня складывались не очень в связи с финансовыми затратами, а в основном время. Когда мы занялись тематикой автодома, естественно, оно стало нам позволять выезжать самим в другие регионы. Это не занимало не много времени и денег. И вот, например, прошлый год мы совершили такое путешествие с Алтая. Мы по России проехали до Санкт-Петербурга на нашей машине. Вот, посмотрели город, спустились на юг до Москвы, посмотрели город. И также спускаясь на юг, мы уехали в Крым. Потому что Крым сейчас тоже довольно-таки распространенное место, пользуется спросом. И мы решили это сами испытать, чтобы людям, когда они у нас арендуют автодом и собираются, особенно это сибиряки, которые хотят съездить в Крым, чтобы им уже рассказать за три дня, хоть срок маленький, но мы объехали практически все города Крыма, кроме Евпатории. Просто не попали по времени, не получилось. И даже посещали пещерные города. То есть, вот именно автодом, он позволил за три дня очень много достопримечательностей посмотреть. Вот. И также по Черноморскому побережью мы вернулись через Волгоград и вернулись на Алтай. То есть, прожили все эти дни в автодоме. Все довольно-таки комфортно, с детьми. Особенно внимание я хочу заострить на детей. То есть, автодом, вот если путешествие собирается с детьми, в автодоме, ну, как он снимает вот это отягощение путешествия на автомобиле. То есть, когда вы на обычном автомобиле едете, это все-таки давит, когда дети, они... Дети устают. Маленькое пространство, да. В автодоме этого вообще нет, потому что они там разбредаются по этому автодому. Кто чем занимается, хочет там. Ладно, что же, Николай, спасибо большое вам за ваш рассказ. Очень было интересно послушать про путешествия в Крым. Практически через всю Россию вы проехали такую петлю большую, сделали. Интересно про ваш регион, про Горный Алтай. Еще раз спасибо большое. Дорогие зрители, подписчики, оставляйте комментарии к видео. Может быть, кому-то интересное путешествие в Алтай. Расскажем, подскажем, поделимся ссылками. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok